Прежде чем мы сегодня начнем, я хочу выразить огромнейшую благодарность моему постоянному спонсору World Coins TV за то, что поддерживает мой канал уже на протяжении 15 месяцев. Спасибо тебе, дорогой друг, за то, что остаешься, никуда не уходишь, несмотря на то, что видео на моем канале выходят не совсем часто, но все же огромное тебе спасибо. А также поприветствуем второго платного подписчика уровень микропрошивкин, пользователя Ground, который оформил спонсорскую подписку за евро 99 сегодня. Приветствую тебя, дорогой друг, надеюсь, тебе понравится на моем канале. Всех приветствую, дорогие зрители моего канала. Сегодня у нас 17 марта 2025 года. И я решил снова записать небольшое видео про обновление iOS 18.4 четвертой беты. Мы сейчас находимся на основном сайте для разработчиков, где находятся бета-версии от компании Apple. Самое надежное место, откуда можно скачать чистую операционную систему с последующим восстановлением устройства и проверкой, как она работает. Как мы можем видеть, сайт у нас на английском языке, apple.com, downloads, iOS 18.4, beta 4, сборка 22E 5232A. Мы нажимаем сюда, спускаемся в самый низ и смотрим. Данная сборка поддерживается iPhone XS и iPhone XS Max. У меня в моем случае iPhone XR. Я нажимаю скачать и жду, когда у меня загрузится прошивка. Сейчас она у меня скачается. Я ее установлю на свой тестируемый аппарат iPhone XR. И мы с вами посмотрим, что же там интересного и нового. Так что ждем, пока прошивка скачается. Итак, прошивка у нас скачалась. Размер ее составил 8,1 гигабайта. И сейчас я покажу вам процесс, как я прошиваю устройство от Apple. Значит, смотрите. Сначала я хотел прошить через саму систему macOS Secure. Вот он, iPhone XR. Я его уже подключил. И значит, что мы делаем. Если я нажимаю iPhone Widersteilen. У меня система на немецком языке. Нажимаю выбрать файл прошивки. Ничего не происходит. Вот видите. Еще раз. Вот папка загрузки. Нажимаю открыть. И ничего не происходит. То есть система не видит новый файл прошивки, потому что прошивка новее, чем система. Потому что у нас бета-версия, соответственно. Значит, как я выхожу из этой ситуации? Я открываю специальную программу китайскую, которая называется 3U Tools. Она точно так же доступна на macOS для компьютеров на базе процессоров Apple Silicon. Так, закрываем. И давайте мы сейчас... Вот она у нас открылась. Можно так вот сделать на весь экран. Чтобы было видно. Go to Flash. Выбрать прошивку. Загрузки. И вот наша прошивка. Открываем. И прошиваем. Нажимаем Flash. Все происходит. Перезагрузка устройства. И наша система перепрошивается. Давайте перепроверим новую версию. Да, эта версия является актуальной. Самое главное. У нас установлена самая последняя программа. И сейчас мы дожидаемся, пока наш телефон полностью отформатируется. И посмотрим, что же нового добавили в компании Apple в четвертой бета-версии. Вот так выглядит мое рабочее место. Значит, смотрите. Перепрошиваю я iPhone на новеньком Mac Mini M4. И вот так перепрошивается наше устройство. iPhone XR. В розовом чехле. Вот. Так что ждем, пока у нас все прошьется. И будем внимательно смотреть, что же там добавили нового. Ну что ж, телефон прошился полностью. Давайте уберем кабель. И посмотрим, что же интересного нам приготовила Apple. Нас приветствует экран вначале. Давайте вот так уберу в сторону нашу штуку эту красную. Так вот, включаю здесь вот звук. Итак, iPhone XR желтого цвета. Это мой любимый аппарат. Я считаю, что это самый лучший iPhone, который произвела Apple за последние года. Вот, он очень классный. И те, кто до сих пор пользуется XR, вы молодцы. Потому что у вас самый крутой телефон. Даже круче, чем самые новые модели. Вот. Так. Ну давайте мы сейчас его настроим. Выберем русский, Австрия. Телефон уже активирован через интернет. Поэтому я могу его настраивать без подключения к интернету. И смотрим, что нового. Здесь у нас все то же самое. Значит, размер шрифта. Стандарт, средний, большой. Продолжить. Быстрая настройка. Продолжить. И ждем. Я не знаю, что происходит. Но после перепрошивки на новые бета-версии, почему-то аппараты любые, значит, они начинают очень долго загружать информацию, как вот сейчас в этом случае. Я не знаю, с чем это связано. Раньше было все очень просто и быстро. А сейчас iPhone либо что-то проверяет, либо какая-то включается встроенная система защиты. Поэтому нужно сейчас ждать, пока он у нас загрузится полностью. Наконец-то у нас все продвигается дальше. Нажимаем продолжить. И что мы можем видеть здесь? Новое меню. Возраст пользователя. Выберите возраст пользователя этого iPhone. Эта информация поможет iPhone настроить родительский контроль функции безопасности. Ребенок от 12 лет, подросток 13-17 и взрослый 18 и выше. Обратите внимание, что до конца на русский язык не переведена прошивка, потому что это еще бета-версия. 12 or younger, 18 or older. Ну, давайте мы настроим для взрослого. Настроить позже. Не использовать. Так, здесь у нас то же самое. Ничего не переносить. Принимаем условия. Продолжить. Не сейчас. Включить. Позже. Аналитика. Сделаем это. Пусть у нас светлая будет, как положено. И смотрим. Добро пожаловать в iOS 18.4. Beta 4. Давайте зайдем в основные об этом устройстве и убедимся. Да, действительно, iOS 18.4. Сборку видите сами. То же самое, что мы скачали, установили без всяких проблем. Итак, значит, визуально здесь ничего не поменялось. Все то же самое, как и в предыдущей прошивке, сейчас в финальной версии iOS, которая установлена у вас на телефоне. Давайте просто посмотрим, как работает iPhone XR на этой прошивке. Вот аккумулятор здесь 92%. Это текущее значение емкости аккумулятора относительно нового. То есть, у нас аккумулятор здесь в полном порядке. Можно им пользоваться без проблем. Но здесь все то же самое. Особо ничего не изменилось. Так. Вот. Камера, пожалуйста, работает. То есть, здесь ничего интересного нет. Давайте мы откроем меню. Значит, у нас быстрого доступа. Тут то же самое все. Пожалуйста. Все те же функции. Вы можете их настраивать. Как вам удобно. Вот. Появился вот этот QR-код. Скэнер. Который, в принципе, особо его не нужно включать. Автоматически он уже встроен в камеру. Вот. Ну, давайте мы сейчас зайдем в звуки. Так, где у нас звуки? Так. Ну, звуки те же самые, в принципе. Ясно, в общем. Ну, тут нечего, ребят, показывать особо, честно. Давайте я сейчас просто зайду в универсальный доступ. Как вот я обычно делал это. И мы с вами посмотрим на форму кнопок. Убрали ли они эту ошибку. Так. Вот она у нас форма кнопок. Смотрим. Нет. То же самое осталось. Все вот. Подчеркивается только у нас на за. И форма кнопок не работает. То есть, эту функцию полностью забросили. К сожалению, она у нас так и осталась неисправлена. Ну, давайте попробуем еще вот эту вот ошибку. Звездочка 101. Решетка загрузки. Да. То же самое происходит. Видели? Звездочка 101. Решетка. Для тех, кто не знал. Когда вы набираете, допустим, вот эту комбинацию, хотите что-то узнать, посмотрите, как расположен кружок. То есть, он наезжает на текст. И вот так вот некрасиво показывается. Вот. То есть, на данный момент мне известны только вот эти небольшие косметические ошибки iOS. Вот. А в целом, телефон очень себя бодро ведет, несмотря на свой возраст. Вот. То есть, он до сих пор поддерживается и можно прекрасно пользоваться. Даже когда Apple прекратит поддержку, в этом году, скорее всего, выйдет iOS 19. Вот. Возможно, он уже не получит это обновление, но это не страшно, потому что он будет работать еще в течение очень долгого времени на iOS 18. И сможет радовать своих пользователей. Вот. Если что, здесь установлена простая сим-карта. Но, как вы знаете, можно добавить еще сим-карту здесь электронную. E7. Вот. Так что, вот. Вот он. Добавить E7. Так что, ребят, вот. Это был небольшой такой блиц-обзор. Новые прошивки. Нас ожидает нормальная прошивка, как обычно. Со всеми изменениями. С различными security, там, всякими патчами. И все в этом роде. То есть, можно спокойно ждать нового обновления. И не переживать, что телефон будет плохо как-то работать. Или как-то у него там возникнут какие-то сложности. Или что-то в этом роде. То есть, здесь все супер. Вот. Поэтому, показать мне больше вам нечего здесь. Особо. Ну, давайте мы попробуем, не знаю, зайти еще в... В экраны, значит, заставки. Какие можно здесь заставки сделать. Так, ну, вот у нас прогружается достаточно так быстро. О, смотрите, какие добавили. Ничего себе. Вау. Красивые, слушайте. Ну, вообще прям. Прям супер. Очень красивые обои. Все хорошо открывается. Вот, видите. Рыбок можно поставить. Цветочки. Пчелки. То есть... Ну, вот. Ну, хорошо, да. Работает все супер, классно. Ну, давайте, допустим, мы сейчас... Так, поставим... Так, поставим... Допустим, какое-нибудь красивое вот... Что-то вот вроде этого. Добавить... Пара обоев. Да, очень красиво все открывается. О, прям... О, прям 3D прям. В разные стороны. Вот. Итак, заключение. Что можно сказать? Хорошая прошивка. Все супер сделали. Замечательно. Ждем, когда она выйдет в свет. И... Если вы пользуетесь iPhone XR на старой прошивке, то обязательно обновитесь, как только выйдет новая версия. Потому что ничего страшного не будет. И, как вы знаете, обновляться нужно всегда на самой новой версии. Потому что в самых новых версиях прошивок содержатся, значит, заплатки безопасности. Для того, чтобы ваш iPhone не взломали хакеры. И для того, чтобы он работал с самыми новыми стандартами и прошивками. И, значит, чтобы все поддерживал. Чтобы не было у вас никаких проблем в будущем. Вот. Для этого и нужно обновление. Все. Всех благодарю за внимание. Если вы случайно на канале, то оставайтесь, подписывайтесь, добавляйте мой канал в закладки, если не хотите подписываться. И увидимся в следующем видео. Пока. Пока.